Друзья, всем привет! Сегодня готовим очень вкусный, очень нежный лимонный кекс. Итак, вбиваем в глубокую миску одно яйцо, у меня куриное. Далее сюда всыпаем 5 столовых ложек сахара с большой горкой. Берем венчик и при помощи него перетираем яйцо с сахаром. Так, яйцо с сахаром перетерли, должна получиться вот такая вот белая жидкая масса. Далее сюда добавляем цедру одного желтенького замечательного лимона. Получилась вот такая вот полная столовая ложка цедры. Перемешиваем. Добавляем щепотку соли. Добавляем щепотку соли, снова все хорошо перемешиваем. Миску оставляем в сторонку. Здесь у меня в ковшике 400 миллилитров кефира и здесь еще две столовые ложки сливочного масла. Сюда же прям в кефир добавляем пол стакана растительного масла. Можно брать любое, у меня кукурузное. Перемешиваем и вливаем кефирно-масляную смесь к яйцам и сахару. Все хорошо перемешиваем. Далее добавляем одну столовую ложку неполную кукурузного крахмала для нежности и рыхлости. Все снова хорошо перемешиваем. До однородного состояния, чтобы не было комочков. И благодаря крахмалу кекс получится очень пышный и воздушный. Далее добавляем сок из одного целого среднего лимона. Все хорошо перемешиваем. Далее добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто. Тесто должно получиться не густым и не жидким. В конце видео, а также в инфобоксе, смотрите внимательно, сколько я чего добавила. Для красивого желтого оттенка я обязательно добавляю немного куркумы. Все хорошо перемешиваем. Посмотрите, друзья, вот такая вот консистенция теста должна у вас получиться. Как я уже и говорила, не жидкая и не густая. В конце замеса обязательно добавляем одну чайную ложку пищевой соды. И все хорошо соединяем между собой. Сода обязательно должна погаситься. На поверхности теста должны образоваться мелкие пузырьки. Вот посмотрите, на поверхности теста образовались мелкие пузырьки. Это означает, что сода вошла в действие со всем тестом и начала работать. Далее отставляем это все в сторонку. Берем форму. У меня форма вот такая вот старенькая. Я ее заслала пекарской бумагой. И для уверенности нужно смазать растительным маслом. Любым, какой у вас есть. Дно и бока. И так как у меня форма не слишком глубокая, а теста много, я его разделю на две части. И получится два замечательных кекса. Значит, тесто в форму наливаем где-то на одну треть. Можно чуть больше. Вот так вот. Распределяем и ставим в предварительно разогретый духовой шкаф до 180 градусов на 40-45 минут. Ну а там смотрите, как у вас работает ваша духовка. Тесто перед отправкой в духовку постояло на столе 10 минут. Теперь отправляем, пусть выпекается. Субтитры подогнал «Симон» Итак, девчульки, мои красотульки. Достала я свой кекс из духовки. Он у меня выпекался ровно 45 минут. Затем я его перевернула для того, чтобы он остыл. И снять с него бумагу. Дальше я сделала вот такой вот. Сейчас покажу вам. Вот такую вот помадку сделала. Вот. Получилась она, конечно, у меня жидковатая. Приборщила лимонного сока. Ну ничего. Мы его сейчас быстренько съедим. Ага, значит, берем. Как же так? Во, красота! Настроила я, наконец-то, свою камеру. Теперь обильно смазываю помадкой свой кекс лимонный. И можно приступать к чайпитию. Помадки не жалеем. Вот я вижу, что она уже застывает. Смотрите, какая красота получается. Сразу скажу, что кекс у меня не слишком высокий. Потому что теста мало. И форма у меня прямоугольная и маленькая. Я постаралась так, чтобы разделить на две части. Вторая часть сейчас еще выпекается. Скоро буду доставать. Ну что, мои хорошие, пришло время нарезать. Смотрите, какой он мягусенький, пышненький. А аромат какой на всю квартиру. Смотрите, а желтый какой. Красивого, желтого, приятного цвета. Вот. Ну как же такое не скушать с чаем. Ммм, лакомство. На камеру просто это не передать. Посмотрите. Какой он красивый. Просто шикарнейший. Смотрите. А, мягенький, мягусенький. Смотрите. Упс, 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 упс. Так и просится, чтобы его скушали. Ребятки. Ну, ммм. Слюнки текут. Надо чайок быстренько ставить. Ну, вообще, лакомство. Роскошь за, сказать, за копейки. А что, пошел купил лимон, и все. И кефир, и сахар, и все. И красота к чаю готова. Смотрите. Ну, вообще супер. Желтый, желтый. На камеру бледненький такой выходит. А на самом деле он желтенький. Друзья, вкусняшка. Советую приготовить. Ой, девчата. Пирог просто шикарный получился. Смотрите. Нежный. Одной рукой вилочкой разделываю. Смотрите, какая красота. Это просто бомба. Бомба. Объедение. Рекомендую. Девчата. Гоу-Гоу-Магазин. По продукты. Если у кого нет. Да, я думаю, во всех есть. Смотрите. Потрясающий. Классный. Смотрите. Красота. Бесподобный. Бесподобный. Ваши дети. Да и мужья. Да и вы сами. Сядете вечерком с шайком или с кофе или утром рано. Кому-то в школу может быть приготовить и кому-то на работу. Вообще идеально. Не нужно ни миксера. Не нужно ничего. Быстро все ложкой или венчиком взбили. Вылили в форму, запекли и все. И красота. Друзья, всем вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, на темненький колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мои рецепты. Ну, это не мои рецепты, но часть какая-то есть и моего. Потому что этот пирог лимонный не классический вариант. Немножко выдуманный мной. Я сюда добавила и куркуму для цвета, чтобы такой вот шикарный желтенький был цвет. Вот. И кислое молоко, вернее кефир. И соду. Так что вот так вот. Немножко частичкой моего рецепта. Советую. Не могу просто остановиться. Он такой вкусный. А что это, девчата? Это та, что на диете. Ладно. С завтрашнего дня седаю на диету. Вот так поставьте. Вот так. Потому что он бесподобный. Красота. А у меня не бачите, что? Сколько залишилось. Можно не один украсить торт. Так что вот так. Рабить. Все. Всем вам благ. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...